Депутаты Государственной Думы предлагают ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения после трагического происшествия, повлекшего за собой гибель людей. Вы помните о аварию, в которой участвовал небезызвестный блогер. И вот высказались следующие официальные лица. Во-первых, зампредседатель комитета Сайта Федерации по экономической политике Валерий Васильев заявил, что говорить о повышении штрафов для лихачей на дорогах уже бесперспективно, поэтому говорить нужно о реальных сроках лишения свободы. Вот его цитата. Так как штрафы не меняют ситуацию на дорогах, подобные нарушения должны караться уголовной ответственностью, причем это должны быть не условные, а реальные сроки от 3 до 5 лет лишения свободы. А спикер нашей Государственной Думы Вячеслав Володин, отвечая на вопросы РИА Новости, по-моему, да, помимо всего прочего сказал, будем также предлагать конфискацию транспортных средств, на которых совершаются подобные хулиганские действия. Не просто будем, а обязательно будем. Ну пока будем обсуждать, а потом будем конфисковать. Ладно, хорошо, наше мнение оставим чуть, во-первых, это, кому это интересно, но есть эксперты, уважаемые люди, мнение которых интересно всем. Я прошу вас ставить наших гостей. И у нас в эфире Юлия Владимировна Вербицкая, управляющая партнером адвокатского агентства Вербицкой и партнеры, кандидат юридических наук Юлия Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, дорогие коллеги. Олег Владимирович Иванников, директор благотворительного учреждения «Право и порядок», подполковник запаса Министерства внутренних дел Российской Федерации. Здравствуйте, Олег Владимирович. Всего доброго. Здравствуйте. Не надо с нами прощаться, мы только начинаем. Мы не так безнадежны. И Дмитрий Александрович Угунов, общественный деятель, член Общественной палаты Российской Федерации, пятого созыва, основатель и глава общественного движения «СтопХам». Здравствуйте, Дмитрий. Добрый вечер. Ну, по сути, сейчас общество и власть переходят к обсуждению того варианта, когда за неоднократное и повторное нарушение ПДД предлагается давать уголовный срок до пяти лет. Да. До пяти лет, да. Давайте пока что вот с этого начнем. Давайте пока не будем трогать конфискацию машины. Для меня это вообще какой-то нонсус. Я не могу, а почему квартиру не конфисковать? Вообще, откуда это взялось? Ты сейчас не подсказываешь. Ну ладно, хорошо, я не подсказываю. Но, в принципе, мне интересно. Мне интересно. Меня всегда волновали некие такие крайности. Понимаете, вот что-то произошло, да? И вот выходит уважаемый человек, представитель власти, и начинает говорить, все, сажать на пять, на десять, расстреливать, отнимать, пятое, десятое. Но вчера еще была тише гладь. Вы понимаете, в чем дело, да? И так же ездили, кстати, люди, лихачили, перестраивались шашками годами. Да, вот не переходим ли мы какие-то крайности? Меня это всегда. Мы вообще любим крайности, понимаете? У нас даже в музыке нет что-нибудь посередине. У нас либо хэви-метал, как говорится, либо попса голимая, как вот, что-то посередине ничего не найдет. У нас третьего класса, может быть, по этому поводу нет. Я не знаю. Потому что крайности... Проверьте с обобщением, Игорь Борисович. Либо ничего, либо все сразу. Как правильно, что произошло? Как правильно поступить в этом плане? Или как? Потому что эти лихачи никому не нужны. В конце концов, это опасность для населения. И это понимает каждый. Но эти ли меры нужны для решения этой проблемы? Я думаю, Дмитрия, давайте начнем. Да, Дмитрий, пожалуйста. Давайте начнем, Дмитрия. Смотрите, во-первых, отвечаю на первый вопрос, почему это возникает, начинают кричать, активно махать руками, срочно всех казнить, нельзя помиловать. Просто потому, что совпал информационный фон, и на уровне, когда все вроде бы основные вопросы решены, никаких протестов на улицах нет, случаются какие-то аварии, кто-то врезается, и это действительно выпиющая история. Но, смотрите, у нас в практике следующая тема. Мы имеем несколько кейсов, когда мы со всех колоколов звоним и привлекаем внимание, у нас есть блогеры, которые не скрывают свои агрессивные языки, у них нет прав, они каждый день выезжают на улицу, выкладывают это в социальные сети. Мы фиксируем это и привлекаем органы надзорные, которые не реагируют никак. Никак. Человек ездит без прав, он говорит, да, езжу без прав, да, у меня отсидные рамки, да, срать ли, хотел на все ваши правила дорожного движения. И ничто не может его остановить. Никакие, даже наши, как общественников, действия не привлекают внимания. Пока не случается такая авария. Сейчас сразу говорят, ой-ой-ой, блин, действительно, негодяи, нужно их третировать. И действительно им плевать на штрафы. Если не вести прогрессивную какую-то шкалу для людей, которые просто принципиально игнорируют правила дорожного движения и общественных норм морали, и законов во всех их проявлениях, ну, действительно, будет таким образом реализовываться. Пока не убьются, и кого-то не убьют вместе с собой. Потому что это зачастую люди небедные, им заплатить 100, 200, 300 тысяч рублей штрафов, это, пожалуйста, хоть полмиллиона. То есть, если не отнимать машины, не сажать на реальные сроки, будет то же самое, как с Марой Багдасарян, которая до сих пор ездит без прав, уже лишенная многократно, и просто пока не попадает в аварии. Просто пока не попадает. То есть, понятно, ваша точка зрения, в принципе, вы поддерживаете эти инициативы. Олег Владимирович, да. Я прошу по поводу отъема машины и так далее. Это уже юридическая сторона дела, и Юлия нам расскажет про это. Давайте дальше разбираться по поводу мер предложенных. Нет, не тот же самый вопрос, Олег Владимирович. Да, почему нет реакции? Потому что, действительно, все эти блогеры, они набрали свои миллионы подписчиков именно на такого рода контенте, за который просто бери за жабры, лишай прав, штрафуй и так далее и тому подобное. Ничего этого не происходит до тех пор, пока кто-нибудь где-нибудь не разобьется. Происходит периодически, понимаете? Периодически это происходит. Вот, знаете, раз в год там вот произойдет что-то серьезное, важное, выплеснется это в СМИ, да, и начинается вот этот серьезный мужской разговор, который, кстати, тоже ни к чему не приводит. Пожалуйста, Олег Владимирович. Сотрудники правоохранительных органов выявляют такой контент в социальных сетях, таких горе-блогеров, которые постят вот эти снимки своих правонарушений, привлекают их к административной, к уголовной ответственности. Просто это не всегда доводится до граждан Российской Федерации, не всегда система срабатывает на опережение. Вот эта небольшая закостенелость, забронзовелость системы как раз и играет с ней злую шутку. В данном случае гражданское общество само должно определять, стоит ли такому контенту существовать в сети. Если вы увидели, что существует такая видеозапись, вы напишите обращение, заблокируйте ее, проявите свою гражданскую позицию, и не нужно ни в коем случае смаковать, смотреть, как тот или иной нарушитель совершает правонарушение, и уж тем более ее распространять в сети интернет. Конечно же, у любого российского гражданина после просмотра такой записи, после дорожно-транспортного происшествия тяжкого, создается впечатление, с одной стороны, безнаказанности, а с другой стороны, хотелось бы это все предотвратить. И поэтому Вячеслав Викторович Володин в сердцах именно в качестве дискуссии предложил такую тему, как лишение транспортного средства, использованного в качестве оружия для совершения преступления, дорожно-транспортного происшествия. Я бы не сказал, что он это все вообще предлагал в качестве... Я просто видел выступление. То есть это было сказано очень эмоционально. Вообще все было высказано эмоционально. Понимаете? И по поводу посадок реальных уголовных дел, конфискации и так далее. Это было очень, ну как бы зло. Что, Дим? Позвольте тоже два слова уставить в качестве комментариев. Пожалуйста. Да. Смотрите, просто мне кажется, мы в разных реальностях находимся с коллегой. Дело в том, что основные зрители, кто смотрит видеоблоги, о которых идет речь, это подростки и люди там до 25-30 лет, для которых это норма. Если сын господина Пескова потом у себя в Инстаграме пишет, да, я тоже гоняю, жаль, хороший был парень, но гонять не перестану условно. И большинство из них относятся к вашим словам как к чему-то анахроничному абсолютно. Никто из них не пойдет подавать контент, потому что для них это норма. Мы десятки лет наблюдаем за тем, что это норма. Конечно, для них это возможность посмотреть хороший, качественный контент, адреналин. И они подают этот пример. А поскольку пример не пресекается, это приносит и лайки подписчиков, и деньги, как соответственно, то есть формирует поколение за поколением. О чем вы говорите? Никто не пойдет никого сдавать. Это, к сожалению, стало нормой, когда люди понимают, что можно безнаказанно рассекать до момента, пока ты не врезался и не отъехал. Спасибо, Владимир Владимирович. А по поводу наказания, ты для себя, например, сам-то придумал, ты говоришь, ну ничего не происходит. Нет, что-то происходит, безусловно. С 2012 года дискурс поднимаем по поводу прогрессивной шкалы наказания. С 2012 года. Из 2012 года, как правильно вы говорите, это все приводит к бла-бла-бла. Они раз в два года, пока кто-то не шваркнется, известный плюс-минус, не поднимают эту тему и благополучно забывают через две недели, потому что предвыборная кампания, что-то там тут на улицу вышел, и вот это все. И все это остается на уровне 18-20 тысяч погибших на дорогах ежегодно. При том, что у нас стоит задача президента, к нулевой смертности мы двигаемся. Активно двигаемся к нулевой смертности, но при этом всех срать хотели на имеющейся ПДД. Понятно. Юлия Владимировна, ну пожалуйста, теперь вы уже скажите свою оценку. Видите, к чему идет весь дискусс, не только здесь в эфире, но и в принципе общественный дискусс. Насколько возможно действительно введение вот таких жестких мер, как вы считаете, и насколько это вообще может быть масштабировано в принципе? Кстати, хочу напомнить, Дима, тебе тоже, что, точнее как, Олег Владимирович, вам, что инцидент с отбором машин это уже было. Что самое интересное, это уже было, кстати, в истории с той же Багацарян, да, вот, там у ребят конфисковали вот этот вот, кстати, папин автомобиль, что для меня тоже был тогда нонсенс, я говорю, по какому поводу и по какому праву. Да, Юлия Владимировна. Ну, знаете, спасибо большое, что тему такую интересную вы позвали обсудить и подискутировать. Давайте мы разделим ту ответственность, о которой говорят, о которой сейчас существует, на две части. Первая – это ответственность имущественная, потому что в результате, часто в результате подобного рода деятельности блогеров на дорогах страдают другие автомобили, бывают человеческие и прочие жертвы. И механизм возмещения вреда тем, кто действительно пострадал, кто понес эти расходы, пока ни гражданские, ни административные, ни уголовный кодекс не содержат. Поэтому, если мы с чего-то начинаем разговаривать, первое – машину у собственника конфисковать нельзя, потому что, в конце концов, собственником этой машины может быть другое лицо, может быть банк, совершенно не тот подросток или молодой человек или блогер, который на ней катался. Но удержать эту машину для того, чтобы прогарантировать оплату штрафов и возмещение убытков в полном объеме всем пострадавшим – это мера, мне кажется, очень действенной. И действительно, намного свежее и актуальнее со своей позицией и подходом Дмитрия, чем любимый, грамотный спикер Володя, но как политик, он не имеет права быть эмоциональным. И давать заявления, которые, в принципе, противоречат нашей Конституции, конечно, несколько сгоряча. Понимаем, что это эмоция, но конфисковать, отнять и поделить, честно, в нашей стране это уже было. Возвращаться не хочется. Юлия Владимировна, сейчас позвольте, Юлия Владимировна, просто маленькое замечание. А в рамках действующего законодательства можно уже удержать вот этот автомобиль в целях возможного дальнейшего и так далее? А вот надо что-то менять или, в принципе, уже сейчас можно это сделать? Можно было бы это сделать? Ну, смотрите, есть специальная статья, 264-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Она была применена печально известному Ефремову к той ситуации, когда он не лихачил, но просто, будучи пьян, нарушил правила дорожного движения. Это повлекло смерть другого человека. Вы знаете, он сейчас осужден, он отбывает наказание и, казалось бы, громко прозвучало, сказали, что, да, будем наказывать реальными сроками, должно было иметь резонанс. Однако нет. Есть молодежь, есть такое протестное движение, которое говорит, а вот мы все равно можем. Это модно. Вот, чтобы это не было модно, надо ввести просто колоссальные штрафы и вносить изменения и в гражданское законодательство, и в кодекс об административных правонарушениях. Потому что просто так изъять на штрафстоянку при наличии определенных возможностей можно, но тяжело. Это должно быть безусловно. Нарушил два раза, три раза и более автомобиль на стоянку и платить штрафы по арифметической прогрессии. Весь разговор о том, что у них столько, если человек блогер, ему эти штрафы вообще как укус комара. Речь вот о сроках пятилетия. Мне интересно, да, мне интересно. Это только будет действенно. Дим, прогрессивная шкала. Что это такое с точки зрения структуры, как это делать, я понимаю, да? За какие такие действия должна, вот, за повторное нарушение каких-то правил, каких именно, что человек должен нарушить? Давайте пофантазируем. Давайте секунду, пофантазируем. Если человек на протяжении месяца попадает в одну и ту же категорию нарушения скоростного режима там 30-40 метров и выше там более там трех раз или пяти раз, он точно злостный нарушитель. А понятно, что агрессивная езда, шашечки и так далее, все это фиксируется, особенно в крупных городах, легко. Если мы понимаем, что он систематически, прям можно это прописать, какое-то количество раз, какое скоростное режим он нарушает, сколько штрафов он получает, какое количество раз он агрессивно ездит, все, пожалуйста, у вас есть понятная система градации. Про скорость, да? Объясняем, общерсное обсуждение и дальше в этой сфере потихоньку имплементируем тесты хотя бы на крупных городах. Москва, Питер, Казань. Игорь Борисович, ну подожди, тебе не грустно от того, что Валерий Васильев, запрет комитета Совета Федерации по экономической политике уже сказал о повышении штрафов, как вам хотите, прогрессивном, там, мега крупном, бесполезно говорить бесперспективно. И будут говорить о реальных сроках лишения свободы. Давайте прокомментируем эту ситуацию. Наши гонщики, приезжая в Европу, наши гонщики ведут себя как зайки, потому что любой выброшенный окурок или нарушение скоростного режима на 20 метров в час полторы тысячи евро, три тысячи евро. Дим, ну во-первых, не везде. Блогер просто ради ролика он сжигает Мерседес, который стоит там вот этих штрафов на 10 лет вперед. Во-первых, не везде. Во-вторых, в Европе, в той же Германии, понимаете, есть, например, дороги, по которым можно ехать как ты хочешь, да? И таких дорог там очень много. Кстати, очень интересная фишка, можем собраться как-то поговорить, с какого хрена наши вот эти платные дороги вдруг стали дороже европейских стоить, да? Ну это уже другое. Это вообще другое, да? Так про сроки можно услышать комментарии? Подожди, про сроки, да. Как будто избегаем мы этого. Там как бы тоже все это есть, просто, может быть, как-то еще раз про сроки, да? Давайте поговорим, Олег Владимирович. Итак, ничего не действует. Сажать людей, особенно молодых, не хотелось бы, честно говоря, хотя бы по той причине, что они молодые люди, понимаете? Помимо просвещения, помимо воспитания, есть еще чисто... Человеческое. Не то, что человеческое, а медицинское. Вот это взрыв, гормональный взрыв, вот это неурония, все что угодно, понимаете? Только до 20 лет мужчины лезут на 3-4 этаж в окнах своим женщинам. И знаете, они лезли 100 лет тому назад и будут лезть и сегодня. И в этом мы видим нечто интересное, правильное, может быть, даже мужское. Но просто в этот момент они кроме своей жизни ну как бы ничей больше не рискуют, да? Но если только место девушки вдруг чаще увидят на 4-ом этаже, да? А в данном случае вот это вот лекарство, оно в принципе становится проблема для окружающих. Это молодые люди. Как правило, опять же, как правило, опять же, пройдет 10-20 лет, мы это знаем, бывшие рокеры, чуть ли не наркоманы и так далее. Вспоминают с улыбкой вот эту свою молодость. Молодость, это вообще тяжело. Знаете, я свою вспоминаю, я не знаю, как я выжил, да? Мальчиков растить очень тяжело, понимаете? Вот так вот сразу сажать или есть какие-то иные варианты? Да, Олег Владимирович. В России сильна историческая память. В 19-м и 20-м веке у проштрафившихся крестьян отбирали теплые шерстяные вещи, валенки, зипуны, и они вынуждены были зимой сидеть дома. И многие, конечно, общественно-политические деятели под воздействием той самой исторической памяти и предлагают необоснованные вводить нормативно-правовые акты, законы, которые противоречат Конституции. Но это всего лишь предложение, и не нужно на этом акцентировать внимание, не нужно так сильно рефлексировать, когда предлагают ввести, я бы сказал, излишние карательные санкции. Ведь цель только одна – это сохранить жизнь молодого гражданина. Нет ничего дороже, кроме жизни ребенка, в том числе и 20-летнего, потому как мы подходим к такому возрасту, что 20-летние граждане для нас тоже становятся в каком-то понимании детьми. А давайте не можем обострить. Юлия Владимировна, я просто прошу сейчас, простите, от себя добавлю, что вот все, кто участвует в этой беседе, ну, не дай бог, вы представьте, что в этот момент в татуаре идет тот из ваших близких людей, а там вот этот лихач, у него машина вышла из-под контроля, вы тоже будете рассуждать, что ну, он же молодой парень, у него гормональный всплеск, вот в этой ситуации просто, как быть? Вот чешется язык, спасибо за хороший вопрос. Я думаю, что молодые люди, когда приобретают такие автомобили, за ними кто-то стоит, то есть родители, может быть, это какие-то банковские кредиты и прочее, и когда они начинают получать штрафы не по 20-30 тысяч рублей, а по 500-800 миллионов, 2 миллиона, то действительно, как в Европе, на дорогах будет тише благодать, потому что иначе просто папа с мамой машину отберут и скажут, лихачка ты наш дружок, мы метро, или он купит ролейбус и езди как все. Поэтому возвращаться крестьяне, зипуны, ну, правда, мы не средневековье, но если будет ответственность, он не совершил пока приустановленное уголовным кодексом преступления, он не убил никого, он не причинил тяжкий вред здоровью, огромный штраф. Мне кажется, что это будет крайне действенная мера и чем уголовное дело, которое сначала доведи до суда, потом доведи до приговора, и редкие случаи в нашей стране, нам действительно известны все имена, это и различные там блогеры, ЛДЖ, Ивлеева, посмотрите, никто из них пока не сидит, но и штрафов не платит, поэтому им это выгодно, они размещают свой контент и экономика. Ну да, это то, о чем Дмитрий говорит на самом деле. Дмитрий, ну вот скажи, пожалуйста, на мой взгляд, опустим мои рассуждения по поводу опасного время жизни, такой как молодость, да, и еще не дай бог это вот подростковость, да, ну вот скажи, пожалуйста, миллион два, это большой, это огромный штраф, но опять же, для мажоров это ни о чем, все равно ни о чем, а для... Это в любом случае о чем, а для нас... Это большие деньги, и если это системно и прогрессивно, то когда ты платишь разово 100 тысяч, или даже ты сжег машину, как вы говорите, но он ее сжег в рамках рекламной кампании, он точно понимал, что он на просмотрах это отобьет, у него была цель. То есть он даже какие-то большие призы, но это все равно так или иначе в рамках маркетинговой кампании. А если тебе ежемесячно приходит там 300-500 миллион, в следующем месяце полтора, потом два, и ты понимаешь, что там каждый следующий раз, а потом тебе раз, условно, не дали тебе уголовное дело, административный, допустим, арест на 15 суток, или какие-то труды, какой-то труд, которым ты компенсируешь, тебя раз, и заслали библиотекарям работать две недели, а если ты уклонился от этого, то уже реальный срок. Есть питание, да, я согласен, что... Есть нормальные, действительно, методы и способы, которые, у них не нужно придумывать, они давно придуманы и в Штатах, и в европейских странах, когда людей принуждают к закону, потому что закон должен быть неотвратим, то есть вот, что не хватает, не хватает неотвратимости. Понятно, да, тут это наша вечная проблема. Игорь Борисович, у нас есть еще время, потому что, так сказать, есть один маленький... У нас нет времени, но я не имею... Давайте пожертвуем этим... Не имею, да, никакого желания останавливать разговоры. Хорошо. Давайте, ребята, давайте. Тогда вопрос к Олегу Владимировичу и впоследствии, и потом к Юлии Владимировне. А вы не боитесь, да, мы сейчас обсуждаем блогеров, но ловить и штрафовать или даже сажать за пять нарушений ПДД будут нас с вами? У каждого из нас найдется по пять квитанций на превышение более 20 км в час. Да, 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 Орехов, правильно. Только, Дим, к тебе вопрос, только так, ответь лаконично. А в твоей системе, прогрессивной шкале учитывается, например, где именно было совершено ну, превышение скорости? Ну, одно дело, если это на трассе там... если человек едет по платной дороге, где разрешенный предел скорости 160, она предназначена для этого, это один разговор. Нет, ну, 160, нет. А ты, по-моему, ездишь по Садовому кольцу, где разрешенная скорость 50. Понятно. Ну, дело не в том, у нас нет такой, никакой платной, где можно 160 ездить, но 130 можно, не знаю. все-таки. Ну, и превысить еще... Ну, то есть, если там превысить там 20-30 километров, 40, как ты говоришь, это, конечно, нарушение, но это одно. Другое дело, когда это происходит во дворах, на мелких улицах, на Садовом кольце, и, в общем, там, где... Это другое. То есть, это правильно. То есть, так мы мыслим. Здесь много нюансов. но я финальное слово скажу. Я бы максимально жестко карал бы тех людей, которые осознавают, что у них огромная аудитория, 100-200 тысяч, миллион подписчиков, они сознательно выкладывают лихачество в своих инстаграмах и в ютюбе, и они превышают, ездят на встречке, поперечке и играют в шашечке. Хорошо. Я уточняю свой вопрос, Олег Владимирович. Вот да, способны ли наши правоохранительные органы учитывать социальную опасность? Потому что проще оштрафовать меня. Вот я вот никуда не денусь. У меня денег, вот я вот, меня взяли, у меня найдется пять квитанций за превышение скорости. И посадить меня можно в этой ситуации. Я вот это не откуплюсь и никуда не денусь. В конце концов, от Орехова может уйти жена. Да. И не один раз. Да ладно. Например, раза три от Орехова может уйти. Мы люди, мы слабые, понимаете. Сел и поехал. И он может нарушить в этот момент. Или напился. Тоже не потому, что... Не, не, напился нет. Олег Владимирович, все-таки вот, да, знаете, как бы ловить будут тех, кого легче поймать. Это мы с вами. Да, пожалуйста. Я хотел бы напомнить, возможно, Игорь Борисович это помнит. Прогрессивная шкала была в советские годы. Был талон предупреждений, такой зеленого цвета, который в виде вкладыша выдавался к водительскому удостоверению. За каждое нарушение, за каждый составленный протокол там ставились определенные баллы. Один, два, три баллы. И когда накапливалось более 15 баллов, гражданин отправлялся на переэкзаменовку. В раннем российском государственном строительстве тоже это использовалось. Но 20 лет назад эта практика была прекращена. Вот сейчас, с учетом новых технических возможностей, на мой взгляд, эту практику надо возобновлять. И необходимо написать от журналистского сообщества запрос, может быть, в центральный аппарат ГИБДД для того, чтобы руководитель высказал свое мнение по поводу прогрессивной шкалы. Хорошо, да, согласен. Но честно сказать, я помню эти талоны, но я пожил в те времена. Ну, в бюджет это, наверное, приносило что-то. Но у кого была какая машина, если где-нибудь можно было превысить скорость, они превышали. И, в принципе, за каждым углом стояли милиционеры с пистолетом. Это было нормальное явление. Но не очень, ну согласитесь. Хорошо, но я все-таки свой вопрос у Юлии Владимировне. Как вы думаете, насколько велик риск, если вот такого рода ужесточение ведут, там, вплоть до уголовной ответственности за опять нарушение правил дорожного движения, что первым попадем, так сказать, мы обычные водители, а никакие не блогеры? Ну, дорогие друзья, хочу сказать, что и так за нарушение правил дорожного движения и правил стоянки, и нарушение времени стоянки мы все получаем письмо счастья. Все автомобилисты, без исключения. Но к таким общественно опасным все-таки я бы отнесла нарушение, например, превышение скорости на сто и более километров. Потому что были чудесные девушки, они рекламировали себя в сети, что вот она на Садовом кольце 200, 230, 260 километров в час. Это уже опасно. Я думаю, что ни один из здоровых, нормальных, здравомыслящих людей в какой бы стрессовой ситуации не находился, не будет пытаться разгонять свою машину до максимума и выше максимума. Вот эти вещи, они действительно должны стоить. Стоит дорого. Умный город системы все это фиксирует. Но пока вот этой прогрессивной шкалы не введут правильно прогрессивной. Не так, что пять раз ты нарушил на 10 километров в час и попал под административную или уголовную ответственность, а именно те деяния, которые опасны для общества. Критерий, я думаю, вполне может сформировать ГИБДД. И правильно Олег Владимирович сказал, у нас уже есть такой... Все, да, да. Смогут ли, Юлия Владимировна, смогут ли, грамотно учитывая все, сформировать? Вот я еще не видел таких примеров, чтобы вот прям все так правильно было учтено. Это не мы. Это не про нас. Это не для нас. Дмитрий, суть по всему, ты победил в этой истории хотя я думал, мы тебя сможем переведить. Не получилось, хорошо. Ну, соответственно, успехов. Надо, видимо, действительно доводить этот вопрос для какого-то заключения. Но что действительно мне жутко не нравится? Мне не нравятся вот эти вот пугалки. Некрасиво так себя, в принципе, вести, потому что мы как бы все люди, и мы говорим не о ком-то, а о гражданах, гражданах нашей страны, понимаете? О наших. не надо так вот злобно, просто, просто злобно, не надо. И об этих гражданах, главное, еще неделю назад просто молчали. Да, да, все было ничего и так далее. Не надо так. Это мы, это все мы. Кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то совсем с катушек съехал, понимаете? Но, тем не менее, это граждане Российской Федерации. Всем спасибо. Спасибо большое за разговор, получился жарко. А Юлия Владимировна Вербицкая, управляющий партнер адвокатского агентства Вербицкая партнера, кандидат юридических наук. Большое спасибо. Олег Владимирович Иванников, директор благотворительного учреждения «Право и порядок», подполковник запаса МВД Российской Федерации. Спасибо. И Дмитрий Александрович Угунов, общественный деятель, член Общественной Палаты Российской Федерации Пятого Созыва, основатель и глава общественного движения «СтопХам». Спасибо большое за разговор. Спасибо.